Для Николая Никифоровича Петрова война началась в 1942-м. Сначала был курсантом первого пехотного военного училища, после окончания служил минером в отдельном саперном батальоне. Стоял на страже военной грузинской дороги, через которую проходило главное обеспечение двух фронтов – Закавказского и Кавказского. Когда впервые немцы пошли в наступление, чтобы захватить военную грузинскую дорогу, мы при Дворье, по особому приказу, заминировали самые лучшие проезды. И вот немцы, когда наткнулись на наше минное поле, у них сразу подорвалась три танка. Много пехота подорвалась на мотоциклах. И они прекратили тогда наступление на военную грузинскую дорогу. Кавказ, Украина, Румыния, Чехословакия через них прокладывал путь к победе Николай Никифорович. За это время он трижды был ранен, ослеп на один глаз. 9 мая встретил под Прагой. И уже после того, как отгремел победный салют, погиб его двоюродный брат. 15 мая 1945 года попал в засаду. Он хорошо играл на баяне. И командир эскадрона тоже любил песни петь. И вот едут глава своей эскадрона и как раз напоролись на эту засаду. И засада расстреляла весь их эскадрон. И их в братской могиле похоронили, под Прагой. И после победы над фашистами для Николая Никифоровича война не закончилась. Был новый фронт и противник Японии. Демобилизовался он в 1947-м, после чего работал в Сибири на шахте. В отпуск поехал домой в Краснодарский край, а в Адлере познакомился со своей будущей женой. Скоро будет 60 лет, как они вместе. Вырастили двоих детей, уже появились правнуки. И сейчас, спустя много лет, супруга Валентина Ивановна по-женски мудро подходит к решению житейских неурядиц. Во-первых, он очень нервный. Я всегда все сдерживалась. Ну, думаю, фронтовик, инвалид, войны. Ну, где-то были какие-то там неприятности, все заваживалось. Надо терпение иметь, особенно кто живет с фронтовиками. Это уже честно, от души говорю честно. Надо терпеть, что же делать. Супруги сами поддерживают порядок в квартире и ведут хозяйство. Но не все под силу старикам. Например, требуют ремонта ванна после того, как их залили соседи. С этим пообещала помочь администрации. А вообще, Петровы жаловаться не привыкли. Такое воспитание. Уход и заботу они получают от детей и внуков. И готовятся встретить 70-ю годовщину Победы за праздничным столом по-семейному в теплой, а главное, мирной обстановке.